Пастор Бенни Хи И злию от Духа Моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши Старцам вашим будут сниться сны И юноши ваши будут видеть видения И также на рабов и на рабынь в те дни И злию от Духа Моего И покажу знамения на небе и на земле Кровь и огонь Из толпы дыма Солнце превратится во тьму И луна в кровь Прежде нежели наступит день Господень Великий и страшный И будет всякий, кто призовет имя Господне Спасется Ибо на горе Сионе И в Иерусалиме Будет спасение Освобождение Как сказал Господь И у остальных, которых призовет Господь Пожалуйста, присаживайтесь Скажите, освобождение Принадлежит мне Скажите еще раз Еще раз, пожалуйста И сейчас все вы сказали что-то очень важное Освобождение принадлежит каждому верующему Но мы должны понимать, что Библия говорит о нем Ведь в ней сказано И будет всякий, кто призовет имя Господне И здесь есть условие Всякий, кто призовет имя Господне Спасется Будет освобожден Ибо на горе Сионе Будет освобождение И Бог говорит здесь что-то просто потрясающее Как сказал Господь И у остальных, которых призовет Господь Освобождение Начинается, когда Господь призывает Освобождение принадлежит людям Которых Бог призывает И Бог призывает многих из вас сегодня Чтобы вы ходили в нем На горе Сион Будет освобождение Я не знаю, верите ли вы в это или нет Но есть так много Демонической активности сегодня в Америке Которой еще не было 10 лет назад Много телевизионных передач Несет демонический характер Их не было 10 лет назад У демонов появилась свобода в Америке Люди видят духов сегодня Которых еще не видели в прошлом Нам нужно освобождение в церкви Потому что много демонов угнетает людей в церкви Если бы у меня было служение, освобождение в этой студии То одной бы трети присутствующих начались бы проявления По крайней мере, одна треть бы начала рычать и плевать на меня Я не собираюсь за это извиняться Это просто факт Когда я проповедовал об освобождении в церкви в Ирландо Это было что-то Когда я начал повелевать демонам выйти У одной трети собрания начались проявления У одной трети У двухсот-трехсот человек Одна треть из них вызверилась на меня Они начали бросать меня стульями Начали кататься по полу У них пошла пена изо рта Стали рычать, как звери Причем хорошие люди, прекрасные люди Как будто сошли с ума Когда я сказал во имя Иисуса Выходите Все как будто начали сходить с ума Они начали громко визжать И вы помните это Она была там И просто вывела меня из себя каким-то образом Потому что там были те же самые люди Которые просто пели Аллилуйя Я говорю вам Мы просто искренне с вами, не так ли? У тех людей, которые пели хвалу Начались проявления И это произошло именно тогда Когда я осознал, что нам нужно освобождение в доме Господнем Ибо на горе Сионе будет освобождение И я несу это послание И возможно я закончу учить об этом в следующий раз Когда вы придете Потому что я хочу видеть вас свободными Я сказал, я хочу видеть вас свободными Скажите за мной, я буду свободен Давайте скажите это снова Скажите во имя Иисуса Я буду полностью освобожден Каждый, каждый человек рождается с недостатками Каждый, буквально каждый человек из вас рождается со слабой стороной И от вас зависит, что вы будете делать с ней Отдадите ли вы ее Иисусу? Или вы позволите дьяволу взяться за нее? Если вы не отдадите ее Богу В конце концов, эта слабая сторона станет твердыней И в тот самый момент, когда она станет твердыней Демоны начнут угнетать вашу жизнь Потому что Библия Очень ясно говорит Что мы выбираем Мы решаем, хотим ли мы быть свободными или нет И освобождение принадлежит всем, кого Господь призывает Я только что прочитал вам это Как сказал Господь И у остальных, которых призовет Господь Об этом говорится в 32 стихе книги Ииля, 2 главе И когда я читаю об этом, я думаю, Господь Ты призываешь остальных Остаток Есть остаток, которому принадлежит освобождение И как же начинается освобождение? Оно начинается, когда приходит Святой Дух в вашу жизнь Второе послание к Коринфянам 3.17 говорит Что освобождение следует за приходом Святого Духа В мою жизнь Я смотрю на некоторых из вас Смотрю на ваши лица И я думаю, что некоторые из вас глубоко угнетаемы И вы не хотите говорить об этом У некоторых из вас есть проблемы с зависимостью И вы не хотите, чтобы кто-то знал об этом Некоторые из вас связаны порнографией И вы не хотите, чтобы кто-то знал об этом Многие из вас связаны похотью И вы не знаете, что делать с этим Второе послание к Коринфянам 3.17 говорит Господь есть Дух А где Дух Господень, там свобода Скажите, свобода И вы знаете, я не хочу кого-либо здесь смущать Но я пришел к заключению Что у всех здесь в церкви есть жало во плоти У всех у нас есть жало Именно так все устроено Я вырос с этим жалом Вы выросли с этим жалом У всех у нас есть скрытая слабая сторона в чем-то Когда вы спасаетесь, Бог говорит Отдай мне ее Если не отдашь, то ты заплатишь за это И она останется, пока вы не увидите Иисуса Бог не освободит вас от этой вещи Потому что она часть вашей жизни Галатам 5.13 Библия говорит К свободе призваны вы Бог призвал нас жить жизнью свободы Пожалуйста, запишите это Потому что я хочу доказать вам Что это план Божий для вашей жизни Свобода И Иля 2.32 Принадлежит и остальным Которых призовет Господь И это вы Это я Второе послание к Коринфянам 3.17 Где Дух Господень, там свобода Галатам 5.13 К свободе призваны вы Убадая Авдея 17 стих Говорит О, кстати В Авдея одна глава Здесь сказано А на горе Сионе Будет освобождение И здесь опять говорится об этом Как в Иаиле 2 главе А на горе Сионе будет спасение И будет она святынею И дом Иакова Получит во владение наследие Своё И вы знаете, что когда вы в рабстве Вы не можете получить то, что Бог пообещал вам Вот почему у людей Нет благословений Божьих Потому что Бог не может благословить Вашу жизнь Если есть демоны Святой Дух не явит себя Если есть демоны И освобождение Это ваша ответственность Бог вас освободит Если вы с Ним будете сотрудничать Вам нужно услышать Что я только что сказал Потому что это очень-очень важно Библия ясно говорит, что в Авде В единственной главе В 17 стихе А на горе Сионе Будет освобождение И затем сказано И будет она святынею И затем сказано Дом Иакова получит во владение наследие своё И это означает Что когда приходит освобождение За ним последует святость И святости не может быть без Святого Духа И это означает Что пока вы связаны Святой Дух не может явить себя Когда вы приглашаете Святого Духа В свою жизнь Тогда Он являет Себя Но сначала Он должен очистить ваш сосуд И как вы очищаете свой сосуд Я очень скоро отвечу вам И это место такое сильное Здесь сказано Что вы получите во владение наследие своё Как вы можете быть исцелены Если внутри вас дьявол Как у вас может быть мир Если внутри у вас дьявол Который пачкает ваш разум Как вы можете получить что-то от Бога Если там всё ещё демоны Поэтому Что же мы должны сделать Мы должны быть послушными тому Что говорит Библия И когда мы будем послушными тому Что говорит Библия Тогда придёт святость И затем Придут благословения Поэтому здесь мы видим Три вещи В тот самый момент Когда вы освобождаетесь Святой Дух начинает являть себя И помогает вам сохранить свободу Его присутствие становится реальным для вас Во время ваших молитв И когда вы читаете Писание И когда приходит Святой Дух Приходит и святость Поэтому вы не впадёте в искушение Так быстро И после того Как приходит святость Благословения с Небес Вдруг начинают проявляться В вашей жизни Послушайте Я переживал обе стороны Все мы На самом деле Плоть не умирает Плоть Пригвождена Ко Кресту Но она очень легко Может сойти с Него Кто из вас понимает То, что я сказал Поднимите руки Распятие 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 не означает смерть Для плоти Плоть может очень быстро Вернуться к жизни И пока вы ходите с Иисусом Плоть подчиняется Плоть под контролем Но в тот самый момент Когда вы уходите от Господа Или у вас нет времени для Него Или вы сбиты с толку С собственной глупостью и проблемами Тогда плоти Оживает Приходят старые искушения И слабости О которых вы думали Что вы их победили Возвращаются Они начинают проявляться А вы думали про себя Я думал Вы свободен от всех этих вещей И затем вы получаете урок Храните свободу Не просто примите ее Но храните ее Вам нужно хранить свое освобождение Вам нужно хранить свою свободу Поэтому вы сражаетесь Вы пытаетесь выжить Ваша молитвенная жизнь Это не совсем то, что должно быть Но вот что хорошо Внутри вас много Слова Божьего И именно Слово Божье внутри вас Бог хочет использовать Чтобы воскресить вас Вы не можете принести себе свободу Никто не может Всеми своими молитвами И своими слезами Получить хоть немного освобождения Для себя Только присутствие Иисуса Может освободить вас Библия говорит В 32-м псалме Пожалуйста, посмотрите 16-й стих Не спасается царь Множеством воинства Исполина Не защитит великая сила Вау! Сильный человек не может быть освобожден Только потому, что он применяет силу Ваша сила ничего не значит Когда дело касается рабства Не спасается царь множеством воинства И смотрите на вторую часть стиха Исполина не защитит великая сила И это говорит Слово Божье Вы можете молиться и поститься Хоть до посинения Вы можете молиться Пока не будете думать Что Бог должен это сделать И ничего не произойдет Потому что вам нужно смириться В присутствии Господа Свобода Вы ожидаете, пока Господь явит себя Поэтому сильные не могут освободить себя И Амоса, вторая глава Говорит мне что-то удивительное В 14-м и 15-м стихах И я хочу, чтобы их показали на экране Амоса 2 14-15 стихи Я думаю, что это ключ к вашему освобождению И у проворного не станет силы бежать И крепкий не удержит крепости своей И храбрый не спасет своей жизни Следующий стих, пожалуйста Ни стреляющий из лука не устоит Ни скороход не убежит Ни сидящий на коне Не спасет своей жизни Вернемся к 14-му стиху И у проворного не станет силы бежать Если вы попытаетесь убежать от своего рабства Вы не сможете, потому что оно последует за вами И крепкий не удержит крепости своей И храбрый не спасет своей жизни И неважно, насколько вы сильны Вы думаете, что вы сильны 15-й стих еще раз Ни стреляющий из лука не устоит Другими словами, даже если вы знаете, как сражаться на войне Вы не устоите Ни скороход не убежит Ни сидящий на коне не спасет своей жизни Если вы прочитаете эту главу И затем Свяжете ее с Езекииля 17-15 Второй частью стиха Вы увидите что-то удивительное Вы чему-нибудь учитесь? Хорошо Прежде всего Прежде всего я должен убедить вас в том, что никто не может освободить себя Галатам 5 глава 13 стих Библия говорит, что к свободе призваны мы В прошлой передаче пастор Бенни Хи начал делиться посланием, которое предназначено вывести вас из рабства Чтобы у вас была жизнь, в которой вы можете ходить в полной свободе, признанной Богом И быть свободными от духовного угнетения Нам нужно освобождение в церкви Потому что есть много людей, угнетаемых дьяволом в церкви Каждый из вас рожден со слабой стороной И от вас зависит, что вы будете делать с ней Отдадите ли вы ее Иисусу? Или вы позволите дьяволу взяться за нее? Если вы не отдадите ее Богу В конце концов, эта слабая сторона станет твердыней И в тот самый момент, когда она станет твердыней Демоны начнут угнетать вашу жизнь Потому что Библия очень ясно говорит Что мы выбираем Мы решаем, хотим ли мы быть свободными или нет Как вы можете быть исцелены, если внутри вас дьявол? Как у вас может быть мир, если внутри у вас дьявол, который пачкает ваш разум? Как вы можете получить что-то от Бога, если там все еще демоны? Поэтому, что же мы должны сделать? Мы должны быть послушными тому, что говорит Библия И когда мы будем послушны тому, что говорит Библия, тогда придет святость И затем придут благословения Поэтому здесь мы видим три вещи В тот самый момент, когда вы освобождаетесь Святой Дух начинает являть себя И помогает вам сохранить свободу Его присутствие становится реальным для вас во время ваших молитв И когда вы читаете Писание И когда приходит Святой Дух, приходит и святость Поэтому вы не впадете в искушение так быстро И после того, как приходит святость Благословения с небес вдруг начинают проявляться в вашей жизни И сейчас давайте присоединимся к пастору Бенни на служении В понедельник вечером в медиа-центре в Южной Калифорнии Он продолжает делиться этим важным посланием Вы не можете принести себе свободу Никто не может всеми своими молитвами И слезами получить хоть немного освобождения для себя Только присутствие Иисуса может освободить вас Библия говорит в 32-м псалме Пожалуйста, посмотрите 16-й стих Не спасается царь множеством воинства Исполина не защитит великая сила Сильный человек не может быть освобожден Только потому, что он применяет силу Ваша сила ничего не значит, когда дело касается рабства Не спасается царь множеством воинства И смотрите на вторую часть стиха Исполина не защитит великая сила И это говорит Слово Божье Вы можете молиться и поститься хоть до посинения Вы можете молиться, пока не будете думать, что Бог должен это сделать и ничего не произойдет Потому что вам нужно смириться В присутствии Господа свобода Вы ожидаете, пока Господь явит себя Поэтому сильные не могут освободить себя И Амоса, вторая глава, говорит мне что-то удивительное в 14-м и 15-м стихах И я хочу, чтобы вы их показали на экране Амоса, вторая глава, 14-й и 15-й стихи Я думаю, что это ключ к вашему освобождению И у проворного не станет силы бежать И крепкий не удержит крепости своей И храбрый не спасет своей жизни Следующий стих, пожалуйста Ни стреляющий из лука не устоит Ни скороход не убежит Ни сидящий на коне не спасет своей жизни Вернемся к 14-му стиху И у проворного не станет силы бежать Если вы попытаетесь убежать от своего рабства Вы не сможете, потому что оно последует за вами И крепкий не удержит крепости своей И храбрый не спасет своей жизни И неважно, насколько вы сильны Вы думаете, что вы сильны 15-й стих еще раз Не стреляющий из лука не устоит Другими словами, даже если вы знаете, как сражаться на войне Вы не устоите Ни скороход не убежит Ни сидящий на коне не спасет своей жизни Если вы прочитаете эту главу И затем свяжете ее С Иезекииля 17-15 Второй частью стиха Вы увидите что-то удивительное Вы чему-нибудь учитесь? Хорошо Прежде всего, я должен убедить вас в том Что никто не может освободить себя И я показал вам места из Писания Псалом 32-16 Амоса 2 14-15 стихи И сейчас посмотрим на Иезекииля 17-я глава 15-й стих Но тот отложился от него Послав послов своих в Египет Чтобы дали ему коней и много людей Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделает? Он нарушил союз И уцелеет ли? Это место показывает причину Почему люди не могут освободиться Они нарушают союз Завет Он здесь задает вопрос Он нарушил союз И уцелеет ли? Нет Почему же люди связаны И не могут получить освобождение? Потому что они нарушают завет с Богом В тот самый момент Когда вы нарушаете завет Вы попадаете в беду Разрушить завет Означает уйти от креста Уйти в отступничество Я хочу ответить на вопрос С которым я боролся Евреям 6 глава Евреям 10 глава Не открывайте Я просто поговорю об этом Здесь говорится о том Что если мы вкусили силу Божью И уходим То не остается более жертвы за грехи Потому что если мы произвольно Сознательно грешим Здесь говорится Если мы произвольно грешим То не остается более жертвы за грехи И я был обеспокоен О чем здесь говорится Если мы произвольно грешим И я учил как пастор Ну, если вы сознательно грешите По своей воле Вы в беде И если вы прочитаете Евреям 6 главу Начиная с 4 стиха Ибо невозможно Однажды просвещенных И вкусивших дара небесного И соделавшихся причастниками Духа Святого И вкусивших благого глагола Божия И сил будущего века 6 стих И отпадших Опять обновлять покаяние Когда они снова распинают себе Сына Божьего И ругаются Ему Поэтому здесь говорится Что если вы грешите После того, как вкусили дара небесного И благого глагола Божьего Тогда вы в беде Бог отсечет вас И затем посмотрите Евреям 10 глава Здесь снова пугающие слова И вы должны задать себе вопрос Здесь сказано В 26 стихе Ибо если мы Получив познание истины Произвольно грешим То не остается более Жертвы за грехи Но некое страшное ожидание Суда И ярость огня Готово пожрать противников Если отвержийся Закона Моисеева При двух или трех свидетелях Без милосердия Наказывается смертью То сколь тягчайшему Вы думаете наказанию Повинен будет тот Кто попирает Сына Божья И не почитает за святыню Кровь Завета Который освящен Поэтому эти люди Были однажды спасены И Духа Благодати оскорбляет У меня была целая борьба По этому поводу Всю мою христианскую жизнь Я думал Что же такое сознательно Грешить Ведь Давид Быстрее всего согрешил сознательно Он посмотрел на Версавию И сказал Приведите ее сюда Он сказал Иаву Убейте ее мужа Убейте его Убедите, что он там Где будет убит И все это было Очень сознательно И Писание ясно Говорит об этом И я читал Одни комментарии И другие И третий Которые говорят об этом И благодарение Богу Что ко мне пришел мир Речь идет об отступничестве Если мы уходим от Иисуса Вот о чем здесь речь Сознательно грешить Это не означает Впасть в грех Иначе мы были бы В большой беде Речь идет об отступничестве Это должно быть отступничество Речь идет о человеке Который говорит Я больше не хочу быть с Иисусом И мне все равно Я буду это делать Я уйду И мне все равно Что Бог думает об этом Я отвергаю Евангелие Я не думаю Что кто-нибудь В своем здравом рассудке Сделал бы так Но я думаю Что некоторые могут И возможно так и сделают Но что приводит к этому Что становится причиной Жестокосердия Пренебрежение Пренебрежение временем Временем с Богом Потому что со временем Ваше сердце станет каменным Очень холодным Вы такие тихие сегодня Не так ли? Вы слушаете? Я рад за вас Потому что я преподаю Библию У вас есть рабство в вашей жизни Вы знаете о нем И Бог хочет вас вывести из него Но единственный выход Это сделать то Что говорит нам делать Библия В нашей жизни И сейчас в двух словах Псалом 71.12 Если вы не против Покажите на экране Ибо он избавит нищего Вопиющего и угнетенного У которого нет помощника Поэтому мы знаем Что освобождение начинается Когда мы молимся Молитва Это ключ к освобождению Он освободит вас Когда вы вопиете к нему Псалом 49.15 Пожалуйста 55.14 Возможно, ты поможешь Прочитать для меня, Грег Псалом 49.15 Говорит И призови меня в день скорби Я избавлю тебя И ты прославишь меня И Псалом 55.14 Ибо ты избавил душу мою от смерти Вау, это один из моих любимых стихов Ибо ты избавил душу мою от смерти Да и ноги мои от преткновения Господь, если ты избавил душу мою от смерти Ты сохранишь мой путь Прид лицом твоим Чтобы я ходил Прид лицом Божьим Во свете живых Кто-нибудь скажите Аллилуйя Поэтому освобождение Начинается с молитвы И Библия говорит Что когда Бог Являет себя Давайте откроем Иеремию 15 Я дам вам много мест Из Писания Иеремия 15 Глава 20 21 стихи Пожалуйста И сделаю тебя для этого народа Крепкою, медную стеною Они будут ратовать против тебя Но не одолеют тебя Бог говорит эти слова Иеремии Ибо я с тобою Чтобы спасать и избавлять тебя Говорит Господь И спасу тебя от руки злых И избавлю тебя от руки притеснителей И здесь Бог дает Твое обетование Иеремии И сейчас, если вы обратитесь к Иеремии 39 глава 17-18 стихи Вы увидите полную картину Иеремии Бог дает невероятное обетование Что Бог освободит его Освободит, освободит Это означает, что он не позволит Притирабству или кому-то навредить ему Иеремия 39 глава 17-18 стихи Пожалуйста Но тебя я избавлю в тот день Говорит Господь И не будешь предан в руки людей Которых ты боишься Или демонов, которых ты боишься Я избавлю тебя И ты не падешь от меча И душа твоя не останется у тебя вместо добычи Потому что ты на меня возложил упование Сказал Господь Хорошо Бог дает обетование Что когда Он придет Он сделает вас такими сильными Он сказал это Иеремии Он сделает вас такими сильными Что никто не сможет прикоснуться к вам Потому что, если вы помните Мы ранее прочитали в Иеремии 15 глава Он сказал И сделаю тебя крепкую стеную Медную стеную И никто не сможет прикоснуться к тебе Скажите Никто не сможет прикоснуться ко мне Скажите это слова Скажите это снова И сейчас поднимите руку и провозгласите Скажите Отец Я провозглашаю Во имя Иисуса Никто не может прикоснуться ко мне Никакой демон не может прикоснуться ко мне Никакая сила ада не прикоснется ко мне Я в безопасности Я принадлежу тебе Аминь. И теперь вы провозгласили это, потому что избавленные Господом доскажут так. Здесь говорится, что Он избавил их от врагов. И Бог говорит, что сделает его как стену. И затем Бог говорит, что никто Ему не повредит. И Библия говорит мне, начинает говорить, что мне нужно делать. Исайя 49 глава с 24 по 26 стихи говорит о Слове Божьем. И затем вы переходите к Исайе 51 главе, в которой сказано, что освобождение начинается, когда Слово Божье проникает в ваше сердце. В ту самую секунду, когда Слово Божье начинает работать с вами, начинается освобождение и продолжится всю ночь. Вы начинаете видеть, что молитва невозможна без Слова в вас. Потому что Иисус сказал, «Если Слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете?» Это Иоанна 15,7. «Если Слова Мои в вас прибудут, то просите». И когда вы читаете Библию, и вот почему я даю вам совет, драгоценные святые, читайте Слово Божье утром, не читайте Слово, когда вы уже вечером уставшие. «Вставайте немного раньше и садитесь и читайте Библию». И Бог будет использовать это драгоценное Слово, чтобы привести в действие молитву. И вы будете молиться в машине на трассе, когда так много транспорта. Вы будете молиться и говорить с Богом, потому что Слово уже произвело свою работу в вас. Исайя 49,24,25,26. Что говорит? «Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятый в плен?» Подождите, подождите. Это очень важный вопрос. Бог говорит, может ли быть отнята у сильного добыча? И добыча — это вы. Те, кто связан и сильны, это демонические силы. И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? И здесь говорится, что у вас есть право быть свободными от этих демонов. Продолжай, продолжай читать. «Да, так говорит Господь. И пленные с сильным будут отняты. И добыча тирана будет избавлена». Кто-нибудь скажите «Аллилуйя». Подождите, посмотрите, что здесь говорится. «И пленные, даже те, кто в плену, будут освобождены от сильного». «И сильные» — это демонические силы. «И добыча тирана». «И тиран означает сатану». «Добыча» — это вы. «И сатана — это тиран». «И добыча тирана» будет избавлена. Почему? «Потому что я буду состязаться с ним за вас». «Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих я спасу». Кто-нибудь скажите «Аллилуйя». Бог будет сражаться за вас в ваших битвах. Освобождение принадлежит даже вашим детям. И в тот самый момент, когда вы начинаете искать Бога, и Его Слово пребывает в вас, освобождение начинается в вашей семье. ando CA. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Обд absolutely錄 то, что году constant Kub olla плв kayak